Меня зовут Лемешев Дмитрий Олегович, я декан факультета технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов. И сегодня мы с вами будем знакомиться с нашим факультетом поближе. Несмотря на то, что наш факультет называется технологией неорганических веществ и высокотемпературных материалов, учим мы не только классической неорганики. Сегодня у нас на факультете реализуются три направления подготовки бакалавров и пять магистрских программ в рамках одного направления подготовки. Мы учим как классических неоргаников, которые решают задачи классической неорганической химии, получения высокочистых веществ, так и неоргаников, которые умеют делать абсолютно новые современные композитные и композиционные материалы, которые решают различные задачи материаловедения и решают задачи получения совершенно новых веществ и материалов. Помимо классической электрохимии, также мы еще учим наших студентов заниматься водоочисткой, водоподготовкой. Наши выпускники обладают компетенциями по получению ювелирных кристаллов, кристаллов для микроэлектроники, лазерных кристаллов, ну и для таких вещей, как OLED-экраны, LED-экраны, то есть все, на чем построена современная электроника и микроэлектроника. Еще мы готовим специалистов по высокотемпературным функциональным материалам. Это отдельный класс материалов, которые призваны решать задачи как классические, то есть строительство, обустройство городов, обустройство жилых зданий, так и задачи, которые связаны с авиационной, космической техникой, задачи, связанные с материалами специального назначения, где уже не работают ни металлы, ни пластики, не всегда работают композиты, но вот наши материалы, которые мы делаем и учим, что самое главное делать наших студентов, работают и при высоких температурах, и в условиях высокого нагрева. Кроме того, есть у нас на факультете очень модное, очень красивое направление подготовки технологии художественной обработки материалов, которая призвана научить наших студентов делать не только вещи функциональные, но и вещи эстетически привлекательные, вещи эстетически правильные и, что самое главное, эргономичные вещи. Такого направления подготовки, кроме нашего университета и нашего факультета, больше нет ни в одном университете России. Есть еще недавно открыто новое направление подготовки, называется технологические машины оборудования. Здесь мы готовим классических механиков, которые знают, как должно быть устроено оборудование, знают, как выбрать это оборудование правильно, как расположить его на предприятии. Наши преподаватели, которые будут вас учить, с вами работать, это высококвалифицированные специалисты. Каждый из них – это ведущий ученый в своей отрасли и ведущий ученый, признанный не только сообществом российских ученых, но и ученых за рубежом. На нашем факультете вы можете заниматься не только обучением, но и научной работой. И, что самое главное, научной работой вы можете заниматься той, которая действительно идет на передовом крае исследований в каждой из областей, которыми мы учим. Наши работы направлены на создание действительно настоящих материалов, которые сейчас решают задачи, не подвластные другим материалам. Может быть, именно вы станете тем студентом, который решит проблему создания новых материалов, создания метаматериалов. Может быть, вы решите задачи цифровизации предприятия. Может быть, вы решите задачи цифровизации материалов. И что самое главное, именно вы станете тем, кто будет создавать умный материал, потому что наш факультет ставит перед собой именно такую задачу – создавать умные материалы, то есть те материалы, которые направлены на помощь человеку. Помимо программ подготовки бакалавриата, мы еще реализуем программы подготовки магистров, у нас их пять. Каждая из этих программ уникальна, она призвана решить задачи современного материаловедения и современных экологических аспектов для получения либо особо чистых веществ, либо веществ с уникальным комплексом специальных свойств. Партнерами нашего факультета и партнерами наших программ являются ведущие предприятия как оборонно-промышленного комплекса, так и научно-исследовательских институтов. Мы сотрудничаем как с предприятиями, работающими в авиационной промышленности, в космическом машиностроении, с предприятиями, занимающимися разработками электроники, микроэлектроники, с лазерными центрами, с центрами подготовки воды, с центрами анализа качества воды, с центрами экологического контроля и, что самое главное, с центрами, обладающими медицинскими компетенциями. Продолжение следует...